Это выставка, это мероприятие, это конференция, это место, где можно обменяться мнениями профессионалам, экспертам в области информационной безопасности, где можно вступить в прямой диалог с регуляторами. Тема соков, она является ключевой для нашей компании. Мы были первым центром мониторинга реагирования на кибератаки, коммерческим центром мониторинга, который появился в России. Увышение нашего профессионализма, обмена опытом, потому что только обмен в такой профессиональной среде нашими кейсами, опытом, знаниями позволит действительно врасти нашему общему уровню зрелости рынка. Я бы выделил три основных. Это, конечно же, регуляторы, потому что сейчас они создают очень много инициатив, и мы должны быть в курсе, что называется, из первых рук получать информацию. Это, в общем, традиционная тема, которая вызывает интерес у всей аудитории. Второе — это, конечно же, современные угрозы. Нам очень важно вот этот вот баланс между атакой, между технологиями атакой, технологией защиты соблюдать, видеть современные тренды, а иногда их создавать. Ну и третье — это, конечно же, тема информационного обмена. Невозможно обеспечение безопасности, безопасности и защиты от кибератак без такого общего информационного обмена между всеми участниками, между СОКами, между СЕРТами, между государственными СЕРТами. И международный информационный обмен тоже важен. Это то, что позволяет нам действительно эффективно противостоять угрозе. Конечно же, Айот близко расположен с промышленным интернетом, так или иначе с защитой технологических процессов. Это тоже большая тема нашей конференции. Иногда это может быть даже критика и полемика. На удивление, за последние годы отношение регуляторов к нашей отрасли сильно изменилось. Они скорее выступают партнерами, с удовольствием советуются и прислушиваются к мнениям профессионального сообщества. Да, регуляторы, в общем, поняли, что невозможно принимать решения в такой сложной тематике, что называется, в одиночку. Нужно, конечно же, прислушиваться к мнению экспертов, потому что настолько эта вся история многогранна, что в одной голове этого точно не поместится. Обеспечение безопасности кредитно-финансовой организации банка, обеспечение безопасности энергетической компании — это принципиально разные вещи, там должны быть другие подходы и другие технологии. Все это возможно только так вот в коллаборации со всем рынком, со всем экспертным сообществом. Сейчас для современной безопасности есть два больших вызова. Это динамика внешних угроз, и это, конечно же, динамика изменения IT-ландшафта внутри организации. Вся модель управления, она ровно должна быть моделью выявления, контроля и реагирования на изменения. Изменения внешние, изменения внутренние. Это, во-первых, способ тестирования механизмов средозащиты, это способ выявления уязвимых мест, это отработка технологии проникновения. Более скрытые инструментарии — это гораздо более технологичные атаки. И мы, конечно же, будем бороться с этими видами атак. Это вызов, которому должны будем противостоять. Субтитры создавал DimaTorzok